Новый Керсонес это не только музей христианства, Византии, Крыма и Новороссии, но и современное пространство для продвижения культурного наследия республики на мировую арену. Яна Чербатая убедилась в этом лично. Древний секс-сексионный Ставрический для России это не просто античный город, который когда-то расцветал на юге Крыма. Совершенно особенное и священное место, ведь именно отсюда истоки берет наша культура и наша вера. Сакральная земля. В 988 году князь Владимир именно здесь принял христианство, а за ним и вся Русь. Новый Херсонес напоминает об одном из важнейших эпизодов истории нашего государства. Херсонес это действительно наша общая родина. Ведь здесь зародилась русская государственность. По большому счету, именно православие, культура, искусство и прочего-прочего-прочего и преемственности во всем этом не хватало языческим племенам, уже собранным в неедино жесткой властью князя, но вот не хватало этого главного духовного стержня. Дух оживотворяет. Теперь это место отражения величия и преемственности византийской культуры. Такого не только в России. В мире больше нет нигде. Проект грандиозный. На месте пригорода древнего города, первой в истории, музей крестьянства. А на входе в него грифоны. Это символ нового. Друзья мои, мы опять находимся в Химкинском литейном предприятии монументальной скульптуры. Сейчас посмотрим, вон мой брат, сейчас мы посмотрим, как отливает Владимира. В общем, новости культуры. Два часа я смотрела политическое образование. Стасик пять раз покурил. И я уже легла, открыла дверь, слушаю, значит, как это, когда начнутся новости культуры. Но они действительно начались, и вот я записала. Ну, Шевконов так хорошо выступал, по-доброму. Ну, что, Владимир от песка струля, и будете его красить, да? Да, сейчас будем потемнировать. А в ночь поедет в Крым. Так же сядь, сядь видит, сколько интересных. Балдеть. Вот так вот наши православные святыни записывали. Ну, хоть не ногами вперед. Рафаэль, подпихни, без тебя никак. Тритонный весит. Колеса придумали, стало легче. А раньше Игорь только на санях разрешал, да? Я говорю, на колесах тритонный катает, как легко идет. А так бы зиму пришлось ждать. Ну, тележка-то сколько-то весит. Ну, у нас же на колесах. Можно не считать. Если бы они кинжевалились, то... Мужики, там цепь. Цепь, 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 стой! Уже поздно. Да. А ты уже грузовик заказал? Да, сейчас фура. Она стоит тут, наверное, вдалеке. Вон, половина колечка от Владимира. Отвесили. Почти. Что ржет? Это горе. А он не упрется в стену? Нет, он сейчас откатывает. А-а-а. Лучше оттапать. Здесь не пустите. Траписон посыпал. Блин, блин. А-а-а. Убалдеть. Траписон. Вот она, ластешка. Нет, это не цепь. А-а-а. Красиво. Какое духотворенное лицо. И сейчас к нему приварят крест. А вы его приварите крест или вставите просто? Он уже уже... Когда будет... Пусть. Продолжение следует... 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 нового нашего памятника в крыму лена до санова заезжает и говорит что подходит охранник открывает я дочка шанова хорошо где как не в севастополе день крещения руси по-особенному отмечать потому что все-таки князь владимир крестился и крестил свою дружину в корсуне древний здесь в херсонесе сегодня мы осознавая значимость этих дат приняли участие в открытии грандиозного проекта историко-археологического парка новый херсонес но словами сложно описать надо приезжать смотреть что здесь сделано это с огромным потенциалом музеи музейно-храмовый комплекс который собственно включает все музеи христианства музей крыма и новороссии и музей античности византии большие мощные музеи которые будут нести просветительскую образовательную научно-исследовательскую функцию кроме того конечно же сам парк потрясает и произошла реконструкция святого владимирского собора которым сегодня состоялась после его реконструкции первая божественная литургия участник которой мы стали по приглашению владыки тихона поэтому я хочу сказать что вот все что здесь сделано сделано с любовью до деталей до мелочей я уверен что людям со всего мира особенность православного мира будет важно и интересно побывать в севастополе в парке новый херсонес ну и конечно же прежде всего мы ждем наших россиян с любых регионов нашей страны со всех регионов нашей страны которые должны это увидеть своими глазами уверен так и будет я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех тех кто участвовал в создании всего этого музея в первую очередь конечно того кто задумал весь этот проект это владимир владимирович путин наш президент он стоя здесь на берегу черного моря среди руин он сказал что здесь надо построить совершенно необыкновенный центр просвещения образование и науки центр веры я думаю что вот этот архитектурный памятник войдет в века и мало того что это архитектурный памятник это еще и место просвещение это еще и музей это подтверждение того что россия пришла в крым не напрасно то есть я вот с самого момента нашего прихода в крым ждал что вот начнут появляться вот такого рода явления как новый херсонес и спасибо большое всем создателям этого памятника спасибо владыке тихону за то что вот это чудо но оно произошло и она будет укреплять нас духовно в дальнейшем а и и и и и и